Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем новом объекте, на котором мы делаем реконструкцию крыши. Я тебе камеру переверну. Здесь у нас уже идут работы. Хочу сделать вам обзор и показать, как вообще мы эту реконструкцию здесь будем делать. Вот у нас есть такой дом с двухскатной крышей. И есть вот такая вот еще небольшая пристройка. На лесах у нас лежит два вида утеплителя. Вот эти утеплители-рулоны у нас идут между стропил. То, что вот там вот наверху, стропилы у нас широкие. Там доходит где-то до 90 сантиметров расстояния в некоторых местах. Соответственно, нам удобно использовать вот этот утеплитель Урсатера скатная кровля. В общей сложности у нас крыша будет утеплена 300 миллиметров. У нас между стропил 200 миллиметров и дальше идет еще двойной перехлест. 50 миллиметров поперек вот стропил идет обрешетку контурутепления. И дальше поперек вот этого контурутепления мы еще добавляем. Сейчас я вам наверху покажу. Сегодня к нам приехал представитель компании Дёркин Игорь Балабанов. Помогает нам более качественно делать реконструкцию крыши. Помогает нам прорабатывать некоторые узлы. Такой вот еще здесь утеплитель, это уже обычный Урсатера, который как раз мы пускаем на перехлест. Сейчас я закарабкаюсь на леса и все вам покажу. Закарабкал себя наверх. Выглядит это вот так вот наверху. Значит, здесь у нас есть участок небольшой, который мы сделали пароизоляцией. Делаем ее корыцем. То есть, берем, загибаем такие вот крылья по краям и заполняем его специальным клеем Дельта Тикс. Здесь вот делаем то же самое. Дальше у нас идет 5 сантиметров утепления. И дальше сверху уже идет 150. То есть, в общей сложности у нас здесь 200 миллиметров между стропил. Стропил у нас шаг везде разный. Дальше поперек вот этих стропил, перпендикулярно под 90 градусов, мы закручиваем шагом примерно... Сколько у нас там? 40? Примерно 40 сантиметров. Вот для того, чтобы у нас получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На один трехметровый брусок у нас получается 7 креплений. Вот даже вот этот вот вверх... Сколько там, ты говоришь, метр семьдесят? На метр семьдесят у нас получается 5 саморезов. Чтобы у нас максимально такая была хорошая нагрузка, чтобы это все выдержало. Вот нарезаем небольшие участки по... Сколько там получается? По 40, да? Где-то по 42 сантиметра у нас вот такой вот утеплитель. Вот он перекрывает все мостику холодно. И дополнительно мы еще пускаем 5 сантиметров. Вот уже тут шаг у нас побольше идет, контррейка. Контур утепления. Вот. В общей сложности у нас здесь 300 миллиметров. Если дальше пройти, вот видно, у нас идет брус. Мы здесь вот заводим этот утеплитель вот сюда вот. От края стены у нас выходит на 10 сантиметров. И контр утепление здесь у нас тоже заходит на 10 сантиметров. Чтобы перекрыть вот эти вот все мостики холода. Потому что они, как правило, страдают. И вот этот утеплитель мы спускаем тоже на 10 сантиметров. В перспективе, возможно, здесь дом будет переделываться еще фасад. И чтобы у нас была возможность соединить кровельный утеплитель со стеновым, мы его сразу, этот утеплитель выдвигаем. Так, возвращаемся к нашему специалисту с золотыми ручками. Игорь. Растущими не из плечей. Не из плечей откуда? Ну, слегка не из плечей, не будем уточнять. Сейчас он нам покажет мастер-класс, как парадолюционную пленку сделать правильно в карнизном свете. Ну, на самом деле, я сюда пришел уже после завершения, ну, почти завершения большей части ската. И, ну, сделана классическая схема с корыцем, с реконструкцией, с пленкой корыцем. Вклеена она, бруском хорошо прижата, использованы саморезы правильные и так далее. Ну, обзор этого мы будем делать или не обязательно? Да, будем. Ну, тогда продолжим. Пленка с высоким SD, без переменного SD, просто обычная классическая пароизоляция. Завернута на стропила. Между пленкой и стропилиной уложен клей-герметик Delta Tix. Здесь мы не видим его, к сожалению. Он в тюбе, вот там, где шуруповерт, он в тюбе у нас... Если я его вставлю... Он у нас в тюбе, а видео у нас в YouTube. Да. Итак, получается, что мы замкнули контур через примыкание пленки к стропилам через клей. Но, как говорит наш шеф, дьявол кроется в деталях. И ребята, когда делали предыдущие стропилы, они герметик вот в эту зону, снизу, видно, да? Да, да, да. Наносили, ну, когда им еще ничего особенно не мешало, ну, вот отсюда, вот таким способом. Я сейчас хочу показать небольшой лайфхак, как еще можно упростить... Давай, покажи это место. Ну, место под стропилиной, вот здесь. Вот тут вот, вот оно. Короче, сложное место. Короче, сложное место, да. Как правило, на него никто не обращает внимания, да? Никто, но мы как десантники, никто кроме нас. Мы-то обращаем внимание. Так вот, хочу небольшой маленький лайфхак показать. Смотрите, у меня есть... Сложно понять, где этот прибор, кусочек пластика в виде трубочки раньше существовал, функционировал, но мы его нашли на стройке. В принципе, похожее можно купить и буквально там в любом хозяйственном или строительном магазине. Так как у меня пистолет большой и он не попадет внутрь, чтобы мне удобнее его было наносить, мы сделаем такой удлинитель. Чтобы его, этот удлинитель, чтобы этот удлинитель хорошо работал, мы возьмем никому неизвестную ленту. Впервые видите ее в своей жизни. Отрежем небольшой кусочек. Обязательно, чтобы слово дельта попало, потому что в противном случае, качество не гарантируется. Будьте осторожны с этой лентой. Потому что... Это вырежем, да? Нет, это оставим. Итак, я приклеил кусочек трубки к носику пистолета. И теперь клей я могу нанести буквально за угол. Это из разряда такого... Как это называется? Ну, когда в частных коллекциях есть очень странные порой инструменты или, например, оружие, автоматы, пистолеты, которые стреляют за угол. Вот примерно строительная копия, 21 век. Сделано руками. Итак. Да, кстати, сразу с этой стороны покажи, пожалуйста. Смотрите. Вот этот клей, который здесь выпирает. Наша задача – сомкнуть клей, идущий вот здесь и вот здесь, с клеем, который будет идти здесь и здесь. Понимаете? То есть сделать такую вот сложную петлю такую. Ну и, соответственно, это можно даже видеть вот с той стороны. Смотрите. Тут ничего не видно. Это пока. Клей же должен пройти по трубочке. Вот. Пошел, Хасан. Да, видно сейчас. Таким образом, поверхность под стропилиной у нас замыкает контур. Нету никаких пробоев в пароизоляции. Правильнее говорить, в воздуха и пароизоляции. Наша задача – достигнуть максимально возможной герметичности. Абсолютной герметичности не достигнем, потому что мы не на подводной лодке. Но, тем не менее, стремиться к этому нужно. Уделяя важное такое, как сказать, особое внимание таким деталям, можно добиваться успеха. Дьявол кроется в деталях. Если по всей кровли все будет сделано хорошо, но будет какая-то точка небольшая, в которой будет допущена такая ошибка, то весь пар, который раньше через множество дырок распределялся по всей кровли, теперь будет распределяться точно в одно отверстие, так это назовем. И локально проблема будет более очевидна за более короткий срок. Чтобы ускорить свою работу в дальнейшем, сделаем небольшую подготовительную работу. Наживим несколько саморезов, немножко, чтобы не продырять пароизоляцию. Шагом примерно 30 сантиметров. Дальше ты подкручиваешь, да? Дальше я чуть-чуть, без, как сказать, не прижимая саму рейку. Наживляем саморез на доску, самую малость. Здесь вот видите, щель остается, да? Нам щель-то нужна, чтобы нанести герметик. Вот этот клей, который был нанесен под стропилиной, вот мы его видим. Я сейчас соединю клей ската с тем, который был под стропилой. Обязательно непрерывным швом контролируем, чтобы нигде не было пропусков. Везде, где они есть, добавляем. То есть, излишки клея выходят наружу. Этот клей заполняет все возможные неровности, вот эти сучки. Все, что есть такого неравномерного в поверхности стропилины. Механическое крепление рейкой очень надежное. Клей выполняет герметизацию. Получается идеальный просто результат. Смотрите, здесь у нас деревянная стена. И самые такие сложные места, это стыки бревен. Ну, в данном случае квадратных. Чтобы загерметизировать это место, мы будем надсверливать в той зоне, где будет укладываться рейка и утеплитель. Вот здесь, вот здесь. Трещины также будут надсверливаться. И будем ставить так называемую пломбу, которая будет заполняться Дельта Тикс. С ударом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все швы в этих местах, где трещинки были просверлены. В местах винцов. Везде поставлена пломба. Туда внутрь зашел клей. Щель полностью заизолирована. Вот у нас здесь 4-х литровое ведро пасты. Есть, к слову, еще и одна литровая бутылка со специальным носиком для нанесения. С пастой, которая в ведре, наносят ее сразу кисточкой. Значит, открываем. Реечку берем. Перед применением перемешать. Паста на водной основе, жидкость идет наверх, как вы видите. Хорошо надо перемешивать? Ну да, однородная масса. Какой расход у меня? На один квадратный метр хватает одного литра. То есть, условно, этим ведром можно замазать 4 квадрата. Но это штатный расход. Обычно расход другой. Какой? У всех свой. Ну, на самом деле, это вот тот самый момент, который невозможно никак просчитать. Где-то больше, где-то меньше. От поверхности многое зависит. Так же у меня в руках армирующая ткань Delta Liquix GT10. 10 сантиметров шириной, 20 метров длиной. Ее наносят в толщу Liquix. Сейчас я покажу, как это делается. Эта ткань армирует. Ножницами, конечно, удобнее, но мы работаем. Мы не ищем легких путей, поэтому специально взяли тупой нож. Я это оставлю специально. Да, пожалуйста. Чтоб ты знал. Ни одной капли не должно быть потрачено. Просто так. В пустую. Потом берется кисточка. Смотрите, вот здесь. Клей у нас закончился в этом месте. В этом месте. Вот эту зону я сейчас сначала намажу пастой. Потом провожу ткань. И еще раз намажу пастой. Кстати, можно даже чуть-чуть пот в пленку нанести. А что ты руками не хочешь взять? Это опасно для здоровья. На водной основе? Шутка. Липнет ко всему. К бетону. К металлу. К пленкам. К дереву. Ко всему. К чему хочешь. Три недостатка есть у этого материала. Во-первых, это недешево. Во-вторых, так как он на водной основе, он боится перехода через ноль. То есть, пока он жидкий в таре, его нельзя замораживать. Когда он высыхает, его рабочий диапазон температуры от минус 40 до плюс 80. То есть, как только высох, он уже не боится холода. Но его нельзя замораживать. Это очень важно. Это первый момент. Вернее, уже второй получается. И третий момент. Если с этим материалом работать по гидроизоляции, что тоже допустимо, важно сделать так, чтобы на нее не пошел дождь, потому что дождь ее может смыть, так как и ликвикс, и дождь на водной основе. Пароизоляционная пленка тоже самая. Какая разница? В том числе. Поэтому, когда работают настоящие крутые мастера по реконструкции, они обязательно применяют укрывные пленки. Укрывные пленки это какие? Разные есть. Брезент? В том числе. Таким образом, вот этот вот сложный переход был загерметизирован пастой. Паста универсальная, может применяться по любым пленкам, по любым поверхностям. Я это уже сказал. Еще одна очень интересная особенность. Дело в том, что другие материалы, клея разные, специализированные, они работают только по сухой поверхности. Кроме ликвикса. Ликвикс можно даже на мокрое наносить, потому что он тоже на водной основе. Так вот, клей к мокрому никакой не липнет. Только ликвикс липнет. Дольше высыхает, но результат в итоге одинаковый. Что на сухое наносишь, что на мокрое. В итоге очень большая, высокая адгезия к любым поверхностям. И еще плюс такой есть, то что ты всегда видишь, что нету пропусков. Потому что ты видишь, что ты нигде не оставил белую эту тряпку, что она вся замазана. Таким образом, себя легко очень контролировать, что ты нигде не допустил ошибку. То есть, масса плюсов. Вот такой вот интересный материал. Значит, получается у нас вот такая вот работа. Как вы видите, при монтаже пароэзолюционной пленки большое количество всяких нюансов, связанных с приклейкой. То есть, мы ее сделали корыцем везде. Сделали, ну, приклеили ее. Здесь вот видно белое, это клей Дельта Тикс. Здесь у нас Дельта Ликвикс, специальная паста. Дальше мы укладываем, как я уже говорил ранее, 5 сантиметров утепления. Потом укладываем плиту в 150 миллиметров. Вот, то есть, у нас здесь получается 200 миллиметров. Дальше делаем двойной перехлест. Первый перехлест перпендикулярно стропилам брусок 50 на 50 с шагом 40 сантиметров. Нарезаем небольшие куски утеплителя. Где-то тоже по 40 сантиметров примерно они у нас получаются. Вот, делаем перехлест всех вот этих сложных мест. Вот эти вот все переробы, они у нас будут перекрываться. Потом еще один двойной перехлест. Вот так, чтобы у нас в общей сложности здесь получилось 300 миллиметров. И где у нас все всякие вот эти вот сдвоенные части, чтобы у нас не было никакой проблемы здесь с накоплением влаги. Приехал я на следующий день посмотреть, какие у нас тут работы идут. Вот, залез я сейчас на леса. Хочу показать вам. Видите, мы уже успели, вернее, ребята уже успели накрыть диффузионной мембраной тот участок, который вчера был утеплен. У нас идет вот этот вот контррейк, это брус 50 на 50. Он создает вентилируемый зазор. Обязательно укладываем снизу вот такой вот уплотнитель Дальта Шаомбанта. Он нужен для того, чтобы когда мы закручиваем саморезы, чтобы у нас этот уплотнитель обжимал этот саморез. Чтобы у нас вот это место было герметичным. Теперь даже если пойдет сильный дождик, эта пленка точно ничего не пропустит, потому что она очень прочная, очень надежная. То есть у нас получается из-за того, что пленка очень прочная, вот этот уплотнитель во время дождя эта пленка точно не притечет. Дальше идет вот шаговая обрешетка здесь. Это пока временно для того, чтобы можно было карабкаться наверх. Вот так это все выглядит. С этой стороны у пленки, видите, такая идет волосатая часть. Вот она является, вот немцы называют эту пленку кроеным памперсом, потому что, как они говорят, что вот эта пленка один квадратный метр в сутки может удерживать до одного литра воды за счет вот этой вот структуры, за счет вот этой вот волосатости. Вот очень крутая такая пленка. Здесь вот так же, как и вчера, монтируется пароизоляционная пленка, горыц, и вот тут вот видите, везде идет белый клей Дельта Тикс. Здесь вот они еще ничего не сделали, и дальше на эту пленку будет укладываться утеплитель. Также, видите, разобрали, где у нас идет мансардное окно. Вот этот вот участок тоже очень сложный. Здесь нормально пароизоляционную пленку не проложишь, поэтому вот это вот все мы согласовали, и будем делать Дельта Ликвикс. Тут как раз вот Дельта Ликвикс идеально подходит для вот этих вот частей. И здесь то же самое. Вот эти все щели будут конопатиться утеплителем, и также промазываются синепастой Дельта Ликвикс. Вот такая вот крыша, вроде простая, но всегда есть вот такие вот сложные места, которые индивидуально нужно продумывать, продумывать уже во время демонтажа кровлю. Сразу вот эти все моменты никогда не учтешь. Также немаловажный нюанс. Обязательно при реконструкции кровли используйте укровенные материалы. С той стороны у нас не видно. Я вот сейчас спустился вниз. Вот у нас зеленый такой брезент. Вот ребята его обязательно каждый день должны спускать вниз, для того чтобы у нас, если вдруг пойдет дождик кровли, не намочить. И когда идет разбор крыши, вот здесь вот видно куски пенопласта. Вот это идет с крыши все. Здесь в качестве старого утеплителя был пенопласт. Вот он везде валяется. То есть есть такие иногда нюансы неприятные, но без этих нюансов никуда. Вот такой вот небольшой ролик. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А так всем пока. Самое главное, берегите себя, не болейте. Все, пока.